В Магнитогорске состоялось выездное совещание независимых членов Совета директоров ПАО ММК. У них в нашем городе была запланирована обширная программа. В частности, трое гостей Кирилл Левин, Валерий Марцинович и Ральф Морган посетили школу безопасности. Напомним, она была открыта в январе этого года, чтобы у сотрудников комбината была возможность повысить навыки работы на наиболее травмоопасных участках промплощадки. Побывала на экскурсии наша съемочная группа. Школа безопасности – это уникальный проект, современный крупный учебно-тренировочный комплекс. Он оборудован интерактивными стендами, тренажерами, манекенами. Аналогов подобных учебных заведений в стране больше нет, только в Европе. Школа представляет из себя двухэтажное здание. На втором – компьютерный класс и класс для тестирования. На первом – огромный полигон для отработки самого главного – практических навыков. Абсолютно каждого здесь научат приемам сердечно-легочной реанимации, искусственного дыхания и тому, как накладывать жгут и повязки. Кроме общего курса разработаны еще две программы для тех, кто работает на высоте и тех, кому приходится трудиться в газоопасной среде. Главное впечатление, что ММК очень много внимания уделяет этому, этой теме. То, что можно отучиться, потренироваться, еще и сдать экзамен, оказывается, но точно это ничего не заменит. То есть намного это лучше, безусловно, чем любые книжки, любые рассказы, рассказы теоретические. Поэтому просто великолепная инициатива и приглашаю всех сюда. Чтобы не допустить трагедии на промплощадке, корпоративным центром подготовки кадров «Персонал» был разработан особый учебный курс, в ходе которого работники отрабатывают основные навыки безопасной работы и предотвращения ошибок. Чтобы в экстренной ситуации, когда отключается логика, человек, что называется, инстинктивно принял правильное решение. На сегодняшний момент, на 1 марта, мы обучили уже порядка 303 человек. За этот год мы планируем обучить порядка 3,5 тысяч человек. Это будут работники как ПАО ММК, так и работники дочерних обществ. Предполагается, что пройдут школу безопасности все, кто только поступает на работу на ММК, а также действующие сотрудники, которые допустили нарушение техники безопасности, и те, кто неудовлетворительно сдал ежегодную проверку знаний по охране труда. Каждый из учеников будет сдавать входной и выходной тесты, результаты которых помогут выявить слабые места и то направление, в котором нужно работать. Павел Берсенев, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН.